Добрый вечер! Мы сегодня в гостях у Тараса Сити и Лизара. Вот перед нами два прекрасных мужчины, и они сегодня нам расскажут о очень необычном даже для меня событии, оказывается, и никто из девчонок по этому не знал, они ездили летом с миссией в Мексику. Будьте любезны, расскажите нам, что это такое, с чем его едят. Ну, во-первых, многие даже не знают, что в Америке очень большая православная церковь. Православная церковь настолько большая, когда я говорю в России, сколько она насчитывает прихожан, все очень удивляются. По подсчетам таким, как бы, грубым, в районе двух с половиной миллионов человек в Америке являются православными крестьянами, принадлежащими различным юрисдикциям. Самая большая греческая, после этого православная церковь Америки, и потом другие юрисдикции, типа антиохийской, там, югославской, болгарской церкви и так далее. Но, что интересно, что, хотя они разделены в юрисдикции, по крайней мере, насколько мне известно, подсчет ведется людей, которые именно причащаются и ходят постоянно, каждое воскресенье, каждую субботу, обычно в храм. То есть, по российским меркам, это все-таки большое количество людей. Очень большое. Так вот, в свое время активная группа православных христиан создали миссию в Мексике. Как, наверное, тоже многие не знают, Мексика, в принципе, страна религиозная, но полностью римно-католическая. Православной церкви исторически там никогда не было. И вот, когда была создана эта миссия, она была создана около Тихуаны, это самое такое западное побережье Америки, то есть, Запад, и недалеко, как бы, от США, Тихуан, большой город, эта миссия была создана, чтобы построить приют для мальчиков. Ну, вот, мальчики, которые, естественно, без родителей, без дома, без семьи, вот. И вот эта группа людей изначально выкупила ранчо и основала на этой ранчо, как на Балиеве ранчо, приют для мальчиков, где он так сейчас уже 25 лет, 26 лет уже существует, и там, значит, поколение за поколением, эти мальчики воспитываются, и потом их они пытаются поставить на ноги, вооружить всем необходимым, естественно, в основном знаниями, и они выпускаются, идут в колледж, в общем, приобретают новую жизнь. Вот. Но в свое время, где-то около 10-12 лет назад, на основе, на базе вот этого приюта, этой миссии, была, значит, такая выдвинутая идея, что мало того, что можно делать, вот, как бы, такую большую услугу молодому поколению, можно еще служить и людям, которые живут в районе вот этой Тихуаны, бедным, которые не имеют возможности иметь свой дом. Таких семей много в Мексике. Тихуана – огромный город, где производится очень много различных вещей для США. Мексиканцы приезжают работать на эти заводы в поисках работы. Многие из них могут только работать, и у них хватает денег только на проживание, а жить, естественно, негде. Поэтому вот эта миссия, она, как бы, изучает местных людей, которые не просто, естественно, какие-то наркоманы, какие-то там учебенцы, а именно люди, которые вот честно работают, хотят там жить, но такой возможности финансов не имеют. Вот миссия этих людей определяет, с ними встречается, договариваются, проводят какие-то разговоры. Обычным условием для постройки дома для них является, значит, необходимой земли. Вот землю мексиканское правительство им предоставляет на условиях ипотеки, и они начинают, как бы, ее... То есть, они не могут там построить сами дом, естественно, но они, как бы, ее приобретают в свое владение, то есть, семьи. Вот. А миссионеры, такие, как мы, собираются буквально каждую неделю, да? То есть, в течение года приезжает огромное количество таких миссионеров, как мы, и за неделю обычно группа из 10-12 человек строит один дом. То есть, без всякой практики мы никогда не строили, и вы можете тут... То есть, естественно, там есть гиды, которые, ну... Профессионалы. Инструкторы, так называемые, да, которые там живут. Обычно молодые люди, которые прошли определенный тренинг, там, они уже готовы ко всему, они знают, как строить, знают там все замеры и так далее. Ну, вот такие вот люди, как мы, мы с Элизаром представляли Талсо, наш приход. Ну, а с выхода было только двое. Да, в этом году пока только двое. Раньше ездили другие там люди, но вот в этом году смогли поехать только мы. А девочек берут? Берут всех. Берут всех. И берут практически в любом возрасте, естественно, дети там... Так мы с Африкой, на следующий год 10 человек соберем. Запросто, запросто. Там, в принципе, они, чем больше людей, тем лучше, там у них места много, они там... Мы жили там в домиках, а если приезжают много людей, там палатки ставят. Вот, ну, принять они могут до 300 человек там, как бы за один раз. Мы ездили в смену, у нас было примерно 25 человек. Вот нас разделили на две группы. Два дома. И мы построили два дома. Вот. Ну, это все происходит как? Естественно, за свой счет, в первую очередь. Потому что, то есть обычно приход, то есть храм, люди собирают какие-то деньги, и стоят это примерно 400 долларов всего лишь. Естественно, вы должны добраться сами туда, то есть плюс еще дорога. Вот. Ну, вот эти вот расходы фактически покрывают все. Но вы летели или вы ехали машиной? Мы летели, да. Мы летели до Сан-Диего. Вот. Сан-Диего мы там немножко сдержались с Ализаром. Мы в первый раз там были. И Сан-Диего уже на машинах едут все в Тихуан. Там уже организовано, там с инструкторами, со всей этой группой, в фургонах. И, в общем, выезжают, мы выехали в Тихуану. Тихуана город, как я вот уже сказал, он очень большой. Но мы фактически его не видели. Потому что сразу, естественно, мы уехали там в горы, где находится приют. И в приюте нам там дали маленький домик. Мы с вами вещами располагаемся. И буквально на каждый день расписан очень строгий график, то есть постройки, потому что его нужно соблюдать. Да, иначе вы не разводите. Да, иначе там как бы если хоть один какой-то шаг провал, естественно, мы начинаем уже сразу опаздывать. Естественно, дом можем и не построить. Ну вот, значит, у нас в группе была такая, в общем, приятная группа. Была, наверное, больше половины это все-таки были женщины. Но вот из нашей группы, наверное, только было пятеро у нас мужчин, включая Ализара. И один там маленький совсем мальчик. И еще один молодой там человек. То есть он тоже маленький мальчик строил с вами? Да, да. Он пытался там участвовать очень активно. Но вот все эти люди приехали, они все православные, они все приехали из разных городов. То есть там с нами были люди из Чикаго, из Флориды, из Денбера. Разные совершенно люди. Все американцы. Ну, изначально, может быть, некоторые из них там были антиохийцами, то есть это сирийцы там по происхождению, которые там уже третий-четвертый поколение живут в Америке. Но в основном все американцы. Из таких вот, например, как я, то есть людей, которые в свое время родились там в России где-то, поприехали в Америку, был только я один. Елизарь у нас уже родился здесь. Вот. Ну, в общем, вот каждый день, естественно, то есть нам давали инструменты, строили материалы, грузовик, мы поезжали на место, строили сначала фундамент, замешивали цемент, заливали фундамент, потом на фундаменте строили основную раму для дома, потом ее там обшивали всем необходимым материалом, потом делали стаку. Вот. И, в общем-то, фактически за неделю дом был полностью закончен. Вот меня все равно настораживает слово за неделю. Скажи, пожалуйста, он какого размера-то, этот дом? Он очень маленький. Если в метрах, он примерно, наверное, где-то 4 на 5 метров всего лишь. А, то есть это маленький, просто для одного человека. Да, 20 метров, но это семья, вот, которую мы строили, они довольно-таки уже в возрасте люди, им уже где-то около 60 лет, наверное, это муж и жена, которые жили до этого, рядом буквально, где устроился дом. Они жили в семье, в котором, в таком же почти доме, там, с небольшой верандой, жило, по-моему, 12 человек. О май гаш! Да. То есть для них, то есть это... Это дворец, это дворец. И вдруг они приобретают такой дом, он очень простой. Там нет никакого пламинга, то есть нет этих самых, никаких труб, вода, и они воду привозят на машинах. Единственное, что они там делают, это проводят электричество. Больше в доме ничего нет. Пол, стены, вот мы тут построили, да, то есть они там свою какую-то мебель привозят. Для них это роскошь. Для них это роскошь, я понимаю. Зимой в Мексике, в Тихуане, по крайней мере, это сезон дождей, и где они живут, дороги не асфальтированы. То есть это страшная грязь, сырость. Если вот как люди там живут, некоторые, ну, вот Элизар может подтвердить, дома построены из шин. То есть ложные просто шины, как стены, натянуть какой-то брезентовый тент вместо крыши, закрыты какими-то этими занавесками, как стены, двери там. В таком районе жить и не уметь обосновать свою жизнь. Да. И вот, ну, это Мексика, это когда переезжаешь границу, мы встречались со всей группой в пригороде, там, Сан-Диего, в пяти минутах езды до границы. США, Мексика. Переезжая границу, и это, знаешь, это вот как вот ночью-день. Вот абсолютно разные. Я видела картину. Дорога заканчивается и начинается разруха. Нет, дорога вроде бы как бы такая же, там, то есть асфальт, там, проехали таможены, там, все эти дела, там, нас проверили паспорта. Но переезжаешь, вот как бы пункт проверочный, выезжаешь, и сразу другая архитектура. Ну, то есть какая эта архитектура? Там это просто, ну, это, не хочу сказать прощелба, но это совершенно, в общем-то, бедная, в общем-то, обстановка, то есть совершенно другая страна. Абсолютно. Вот. Поэтому, конечно же, очень так это шокировало тех, кто никогда не был. Мы-то, конечно же, побывали не только в Мексике, но и в других странах. Я, ты знаешь, я, по-моему, вот погорячилась, сказать, что мы соберем, потому что я вспомнила фразу, что мой муж суроты в Мексике никогда не будешь. То есть мне надо дубки вот кого-то там вместе снять. Это надо готовиться, да. Если ехать в Миссию, там, в принципе, понятно, что вот мы, когда приехали, наша маленькая группа нас хорошо кормили. Потому что у нас довольно маленькая группа, 25 человек. А когда собираются 300 человек, это обычно вот там, ну, на завтрак, на обед, на ужин-то рис и фасоль. Все. То есть не балут. Не балут, не балут. А у вас было какое-то время вот для развлечений? То есть вы чем-то там занимались, какие-то конкурсы? Как всегда мы собираемся в кучу, мы же себя веселим. У вас там была такая возможность? Да, да, конечно. Ну, Элизар, во-первых, вот он там развлекал всех там игрой на... Давайте, Элизар, расскажи, пожалуйста, твои впечатления. Ну, когда вы приехали уже, там ночью сидели вокруг огня, я на гитаре играл, все вместе... Там молодежь очень радовалась. Но мы-то еще собираемся, мы всегда общие песни поем, а тут же что-то какое-то... Все равно из Америки, наверное, что-то знали какое-то. Песен мало знали, хотя там кто-то там пел, я уж не помню. Ну, там кто-то пел, да. Да, были там люди, которые не жили. Вот надо на следующий раз поехать распечатать им текстовки, потому что люди готовы петь, они текстов не знают. То есть надо подготовиться в этом плане. Ну, тебе понравилось, Элизар? Очень. Я... Мне очень понравилось, там было вообще... По-другому, знаешь, все. И мне было интересно очень. Когда была там совсем другая страна, понимаешь, так что... И знаешь, вот все равно американские дети, они работают рано, но они работают за денежку. А туда же вы поехали, свои денежки потратили. Вот, извините, можно было рис с бабами есть все эти 10 дней, и ни копейки вам не заплатят. То есть что вот... Папу я могу понять, вот с тобою, что сподвигло, почему ты поехал просто папу подержать? Ну, и... И я тоже хотел туда поехать просто помочь и... И посмотри, что это такое. Ну, если еще будет возможность, ты поедешь? Я думаю, что да. Я... Конечно. А ты там ни с кем не подружился? Нет, там... Теперь я могу сказать, что у меня там друзья теперь, потому что... сначала не было, потом, когда я приезжал, уже были такие... друзья, хорошие люди. Хорошие люди. Удивительно, конечно. Ребята молодцы. Я так вами горда. И вот, когда Тарасис сказал, что мы ездили летом с Миссией, я сразу говорю, меня возьмите, и к вам на интервью. То есть здорово. Спасибо большое. Еще что-то хочется добавить, да, Тарасис? Нет, просто хотел добавить, что вот когда все там собрались, особенно для американцев, которые, ну, в общем-то, живут всю жизнь, в общем-то, в очень хороших условиях, да, и вот... когда приезжаешь в такую страну, как Мексика, да, и смотришь на вот эти вот трущобы там на людей, на бездомных, как они живут, у всех вставал вопрос, люди там верующие, да, все вставали вопрос, ну, почему, да, вот так? Почему так? То есть почему через там... Да. Через границу все хорошо. Через 50 метров уже все по-другому. Да, вот так вот. Мы там, когда собирались около костра, там наши инструкторы, они как раз так... били такие вот беседы, там спрашивали у всех, как, что они думают, как мы еще с интервью проводим. И мы там вот так, просто так взяли вывод, что когда у Господа спросили апостолы, а почему он больной человек, да, у него что, родители согрешили, или он согрешил, или почему вообще вот он болеет, да, то Господь им сказал так, он говорит, и не родители у него согрешили, и он не согрешил, а это для того, чтобы дела Господни на нем были показаны. И вот мы там, когда сидели вокруг костра, как раз один раз, мы тогда сказали, что вот для нас-то тоже, вот есть такая возможность для людей, у которых все хорошо, им как бы дается возможность. Вот поезжайте и совершите дела Господни, да, добродетельные. Если получится, вот в этом самый большой смысл, это вот сокровище, которое никуда не уйдет, это вот сокровище, которое можно положить там, на небо, да, и оно там будет. Вот поехать и в такую миссию сделать доброе дело. Очень хочется. Построить дом, помочь бездомным людям. Я знаю, что американки, вот студентки, у нас Ленуся заканчивает вот прямо сейчас образование, она получает две двери по медицине, она будет медсестра, врачисти, но и она говорит, девчонки нищие абсолютно. То есть все, что есть, они тратят на образование. Они берут 2000 лоун в банки, в долг, едут в какой-то Никарагуа, чтобы помочь людям их полечить, потому что у них уже есть знания, есть навыки, чтобы лечить там тех людей, которые не могут получить эту медицинскую помощь, там вот это американцы. Вы знаете, у меня вот мороз похожий, когда я это слышу. Мне хочется тоже немножечко участия принять. Я постараюсь мужа своего говорить, чтобы он меня просто отпустил, и тогда я с вами обязательно в следующий раз поеду. Это стоит того. Да, да, да. Спасибо большое, ребята. Сейчас мы, может быть, еще кусочек запишем.